Упадут ли цены на новостройки? Все будет зависеть от людей. Это люди безжалостные, смотрящие в цифры и уверенные в себе. Никакому застройщику это не надо. У кого нервы крепче, вот там может произойти беда. Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру». И как всегда, Никита Журавлев рассказывает вам, что происходит в мире новостройок. Пока мы сидим дома, смотрим, что происходит, слушаем разных экспертов, упадут цены, не упадут цены на новостройки. К нам тут подъехали цифры спроса и предложений за апрель месяц. Да, скажу я вам, ситуация не из лучших складывается. Все говорят, спрос упадет, упадет. Он упал. И что мы видим? Мы видим падение спроса к 2019 году на 50%. Точнее, в старых границах Москвы мы видим минус 46%. В новой Москве мы видим минус 65% падение спроса. И, соответственно, в среднем у нас упал спрос на 50%. С чем это связано? Ну, конечно же, связано с тем, что все сидят дома. Это раз. Второе. Все застройщики, которые говорили, что можно сделать онлайн-сделки, нереально их сделать. И мы видим как раз по ситуации, которая происходит в цифрах, что не регистрируют сделки. Что это за цифры? Это регистрация. То есть, человек пошел, зарегистрировал в Росреестре договор долевого участия, его зафиксировали, он попал в базу данных. На сегодняшний день мои кореша из BNMap Pro немножко разложили на детали этот год. И что же мы видим? Мы видим ужасающие цифры, скажу я вам честно. Мы видим, что в Москве зафиксировано 2700 сделок. По отношению к марту это падение в два раза. В марте зафиксировано 5330 сделок. В новой Москве зафиксировано всего 820 сделок. В марте у нас было зафиксировано 1640 сделок. Ну, мы немножко решили дать глубины. И посмотрели, как же развивался апрель у нас. И мы видим, что до 15 апреля было зафиксировано в старых границах Москвы, то есть, в Москве 1523 сделки, а во второй половине месяца 1160. То есть, и уже во второй половине месяца сделки падали. Что будет в мае, лучше не спрашивайте. По новой Москве зафиксировано 536 сделок в первой половине апреля, а во второй 285. То есть, провал там составил еще больше. Что мы можем сказать по этому поводу? Мы можем сказать, что в мае будет трэш со спросом. И сейчас не просто так делают разные стимулирующие мероприятия правительства Российской Федерации в виде субсидии ипотечных ставок. Субсидированная ипотечная ставка в 6,5% я не уверен, что кого-то спасет в сегодняшних реалиях. Мы еще просидим в карантине где-то до конца мая. Как будет откачиваться спрос? Вообще непонятно. И вот этими разными манипуляциями в 6,5% при ставке и субсидировании в 5,5% я думаю, что не очень-то будет вообще полезно этой рынку получить такую ставку. На прошлой неделе Центробанк заявил, что еще на 1% опустят ставку рефинансирование. То есть, она будет 4,5% соответственно. И ипотека вся полетит где-то к цифре 7-6,5% на все. На новостройки, на вторичку и так далее. Поэтому субсидированная ипотечная ставка особо не спасет. На сегодняшний день очень серьезная будет разворачиваться борьба среди девелоперов. Она интересна в чем? Нервы, у кого крепче, тут и будет держать цену. На сегодняшний день особое внимание нужно уделить проектам, которые работают не по проектному финансированию, а еще по старым правилам. Вот там может произойти беда. На сегодняшний день у нас где-то около 50, даже, наверное, 60% новостроек работают по старым правилам. То есть, это без проектного финансирования, без искров счетов. И на сегодняшний день у них нет проектного финансирования и они, возможно, будут испытывать огромную, огромную проблему с деньгами на строительство новостроек. Те же, кто работают по проектному финансированию на искров счета, ну, я думаю, там попроще, им банк уже дал деньги, и они спокойно могут строить на заемные деньги. Упадут ли цены на новостройки? Беда заключается в том, что те проекты, которые сидят на проектном финансировании с искров счетами, им, в принципе, падать-то и не надо. Им дали деньги, они могут строить, они подождут. А вот те проекты, которые еще по старым правилам, по договорам долевого участия, просто на прием денег без проектного финансирования, вот здесь вот может быть проблема. Соответственно, на эти проекты мы сможем увидеть демпинг. Никакому застройщику это не надо, никакому проекту это не выгодно. Если мы выйдем из карантина в июне, то мы, скорее всего, отделаемся легким испугом и спрос продолжится. Если дальше будет, не каждый проект выдержит. И здесь все будет зависеть от людей. Если вы знаете, что регулируют цены люди, у них есть нервы, у них есть понимание эмоциональное. И вот сейчас будет очень интересно, кто начнет давать скидки, у кого нервы крепче. А если кто-то начнет давать большие скидки, то повалится весь рынок. Поэтому все зависит сейчас от коммерческих и директоров. Это люди безжалостные, смотрящие в цифры и уверенные в себе, как они выдержат этот момент. Я думаю, что до сентября мы точно узнаем, у кого нервишки-то покрепче. На сегодняшний день есть даже некоторые веселые ребята, которые рассылают предупреждения, уведомления, что у нас плановое поднятие цен. Прикольные ребята вообще. Интересно, кто-нибудь уже купится на это или нет? А есть еще, которые уже дают 10 и 20 процентов. Но это, скорее всего, акция. Это значок того, что там нервишки-то не в порядке. И они, ну как сказать, не профессионалы. Они просто начнут демпинговать сильно, чтобы хоть как-то сгенерировать себе спрос. А это самое убийственное решение на рынке. Начать демпинг. Он продлится недолго и повалит весь рынок. И вот таким вот участникам рынка, которые дают сейчас 20 процентов, надо руки оторвать. Почему? Потому что они завалят всю отрасль. У нас были такие весельчаки, которые начинали в 2014, в 2008 году демпинговать. Ни к чему хорошему это не привело. И вот на этом мы будем сильно обращать на рынок. Кто будет демпинговать? Что же делать в таком случае? Государство сейчас разные меры предпринимает по стимулированию рынка. Насколько они эффективны? Хотелось бы мне задать вам вопрос. Спасет ли процентная ставка 6,5 по ипотеке девелоперов? Я скажу несколько своих умозаключений по этому поводу. Я считаю, что необходимо наложить мораторий на все новые проекты, которые будут выходить в этом году. До конца года мораторий, чтобы не выходили и новых предложений не создавали на рынке. Это раз. Второе. Застройщики должны с банками рассмотреть вариант нулевой ипотечной ставки на время строительства. А более того, скорее всего, даже отрицательные ставки. Отрицательная ставка это не так и страшно. Это же некий кэшбэк тебе вообще идет, когда ты покупаешь. Поэтому сюда тоже нужно смотреть. То есть спрос, откачать, процентная ставка 6,5 вряд ли. А вот нулевая на время строительства вполне может. Почему? Потому что стройка идет 2 года. На это время мы спокойно даем, условно говоря, покупателю процентную ставку 0. 0. Мы уже видим такие примеры. Пик дает 0,1 процентную ставку на время строительства. Инград дает 0,4. Еще кто-то дает 0,6. Застройщики понимают, что необходимо давать удобные финансовые инструменты покупателю. И вот такими методами вполне возможно еще как-то можно продержаться. Но самое главное запретить выходить в продажи новым проектом. Даже со скроу-счетами. Даже с проектным финансированием. Почему? Потому что предложений много. Если мы будем расширять предложения, спрос будет размазываться. Спрос сокращается, предложение нужно сокращать. Вот такие дела у нас на новостроечках. Так, пока мы сидим дома, мы смотрим, как рынок недвижимости потихонечку рушится. Очень печально по этому поводу. Но хочется верить в хорошее, что цены не упадут, что они будут сдержаны, что они зафиксируются там, где сейчас есть. Соответственно, и, возможно, в сентябре, в октябре мы увидим уже реальные цифры восстановления рынка. И на этом все. Спасибо, что вы были на канале «Хочу квартиру». Отставьте свои комментарии по этому поводу, что вы думаете. Поставьте лайк или дизлайк. И оставайтесь на канале. Мы будем следить за новостями и рассказывать вам, как развивается рынок новостроек. Всем пока. Никита Журавлев с вами был. «Хочу квартиру». Пока-пока.